МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что уж говорить, спорт сегодня в тренде. Кто говорит, что не хватает времени, это отговорки. Хочешь быть здоровым, бегай. Что говорит статистика Тольятти? С днём физкультурника! Среди множества водных видов спорта самым зрелищным, пожалуй, является парусный. Четыре, три, два, один. Лодка управляется вот благодаря этому рулю. Понять прелесть этого вида спорта можно только попробовав на себе. Поэтому давайте пробовать. Подтягивания, отжимания и прочее это для вас на раз и два. Скоро 93 года будет. День физкультурника, это семейная. Девочка начала тонуть. Вот. И я пришёл её спасать. Физкультура и спорт. Норма жизни. Здравствуйте! В эфире Территория Тольятти. Программа о городе и людях, которые делают его лучше. Хотя, пожалуй, в этот раз можно поздороваться иначе. Физкульт-привет! Традиционно во вторую субботу августа в стране отмечают День физкультурника. Праздник, посвящённый здоровому образу жизни. Поэтому причастными к нему считаются не только профессиональные спортсмены, но и любители. Те, кто хотя бы иногда не забывает об утренней пробежке, ну или о зарядке в домашних условиях. Впервые этот день отметили в 1939 году. В то время спорт в СССР развивался небывалыми темпами. Один за другим появлялись спортивные сообщества. В День физкультурника проводили смотры спортивных достижений, турниры, самым масштабным событием был парад. По сей день праздник широко отмечается. Проходят спортивные состязания, эстафеты, открытые тренировки. Что уж говорить, спорт сегодня в тренде. Вот и мы заглянули на первенство Тольятти по лёгкой атлетике. Три возрастных категории. Несколько всего дисциплин. Это 50 метров, это 500 метров, это толкание ядра и прыжки в длину. То есть из 48 видов лёгкой атлетики, которые есть, сегодня у нас всего 4 дисциплины. Но это праздник для нас, поэтому самое главное – хорошее настроение, хорошая погода. И я думаю, что сегодня будут быстрые секунды, которые позволят ребятам выполнить заветные свои спортивные разряды. О, спорт ты мир! И спорт – моя жизнь. Это действительно так. Я бегала 3 километра на стадионе, потом стала выступать 10 километров, потом бегала марафон, не получалось быстрых секунд показать. Этих перешла на очень для меня коварный, для многих коварный вид, именно 3000 метров с препятствиями. Выступала успешно, стала пятикратной чемпионкой страны в данном виде. По окончанию спортивной карьеры, так как я очень долго занималась, ничего не оставалось, как пойти тренером-преподавателем, потому что это то, чему я могла научить, это то, что я могла передать. Что хочется привить своим воспитанникам? А что самое главное? Наверняка не каждый уйдет в профессиональный спорт, наверняка не каждый будет занимать золото на мировой арене, но тем не менее, чем вот это полезно? Что хочется привить своим воспитанникам? Ну, хочется, прежде всего, чтобы людьми выросли. Это самое главное. Спортсменами, конечно, единицы станут. Ну, я имею в виду спортсмена, это мастер спорта и выше. А так воспитать, привить ценности самые необходимые жизненные. В здоровом теле здоровый дух. Когда человек занимается спортом, он становится энергичным, он и на работе становится энергичным, он более успешный. Но я уж не говорю о том, что когда здоровый, то здоровые мысли, и поэтому он оптимистичный. Понимаете, вот несмотря ни на что, он все равно оптимистичный, потому что ты бегаешь, все понимаешь, что все, как говорится, временно все проходит. Но спорт – это постоянно. Если ты когда-то начал заниматься спортом, то это уже на всю жизнь. Любовь на всю жизнь. Вы говорите, что вам всегда 18. Вот поделитесь, в чем ваш секрет? Что, занимайтесь? Вы будете себя так чувствовать? Неважно, какой сегодня день. Вы позанимайтесь, и сразу переменится все настроение. В большой спорт я пришел через, конечно, школьные соревнования. Как бы у нас вот сперва была секция лыжная. Легкой атлетики сама не было, только лыжи. Но мне все равно нравилось заниматься физкультурой и спортом. Втянулся, бегать всегда нравилось. И вот потом в 8 классе к нам в школу пришел уже тренер по легкой атлетике, и я вот начал заниматься легкой атлетикой. Ну и результаты пришли сразу. Получается, спорт проходит вот через всю вашу жизнь, с самой молодости, с самой юности. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, как бы сложилась ваша жизнь, если бы не спорт? Ну тут тяжело сказать, потому что у меня и династия спортивная. У меня и отец был лыжником, и мама тоже была любительством бега на короткие дистанции. Но, наверное, я даже себе не представляю у меня спорта. Наверное, у меня судьба изначально должна была, что я должен быть всегда в спорте. Что говорит статистика Тольятти? Достаточно ли много людей у нас придерживается здорового образа жизни и занимается спортом? Да, действительно, у нас самый главный показатель федерального проекта демографии, национального проекта демографии, федерального проекта спорт нормы жизни, это количество занимающихся активным образом жизни. И согласно статистике, она действительно растет, потому что, ну и в принципе, мы видим, что строятся спортивные комплексы в Тольятти, они открываются, фитнес-клубы, различные кружки, спортивные направленности, танцевальные клубы и так далее. Самое главное пропагандировать, максимально стараться, конечно, чтобы была инфраструктура, и мы достигнем нужной цели, чтобы город Тольятти был самым, ну, он и есть самый спортивный, и в дальнейшем еще был спортивнее. Физкультурной традиционно надо не только в день физкультурника заниматься, а всегда по жизни. Я считаю, что каждый человек может найти время, чтобы хотя бы 30 минут в день позаниматься. Поэтому это, кто говорит, что не хватает времени, это отговорки. Элементарные выпады. То есть это упражнение, которое вам позволит чувствовать себя молодым очень долгое время. То есть это здесь напорно-двигательный аппарат, на позвоночник. Поэтому занимайтесь спортом, вы будете здоровы, вы всегда будете молоды. Еще в Древней Греции говорили, хочешь быть красивым – бегай. Хочешь быть здоровым – бегай. Хочешь быть умным – бегай. С днем физкультурника! Физкульт-привет! Сегодня тем или иным видом физических нагрузок занимается около половины населения страны. Такова статистика Министерства спорта. И этот показатель постепенно растет. Впрочем, если вы далеки от спорта, хотя бы один день посвятите полностью своему здоровью. А лучше сделать День физкультурника своим ежедневным праздником. Здравствуйте! А мы продолжаем День физкультурника. В Тольятти отмечают не только на стадионах, но и на Волге. А среди множества водных видов спорта самым зрелищным, пожалуй, является парусный. Четыре, три, два, один! Парусный спорт зародился примерно в 16 веке, по одной из версий это произошло в Нидерландах. Затем соревнования стали проводить и в других странах, где позволяло географическое положение. А сегодня у парусного спорта огромное количество поклонников по всему миру. День физкультурника является одной из точек роста Всероссийской Федерации парусного спорта и парусного спорта в России в целом. По дороге выборского водохранилища одно из самых лучших мест в России занятия парусным спортом. Идеальные условия ветровые, идеальные условия по инфраструктуре, береговые клубы находятся в шаговой доступе. Каждый год в Тольятти проводятся различные соревнования, приуроченные в дню физкультурника, в том числе и по парусному спорту. В этом году в соревновании принимает участие порядка 70 спортсменов. На данном соревновании выставлены в дистанции типа «Доугольник». Спортсмены отгибают три «Буя» и три «Шуды». Судейское судно «Верещагин» индивидуального проекта. На этом судне у нас, этим судном мы обслуживаем многие соревнования в Самарской области, в том числе в России. То есть до недавнего времени, вот последние четыре года назад, это у нас судно выставлялось на чемпионат России, на первенство России. Все крупные соревнования проводились с участием этого судна. Для проведения соревнований есть флаги классов и, так скажем, флаги парусных соревнований, флаги, благодаря которым спортсмен может визуально идентифицировать стартовать ему, не стартовать, сделал ли он фальстарт или, так скажем, гонка отложена. Флаг папа поднимается через минуту после поднятия флага класса и опускается за минуту до начала старта класса. Вот он является подготовительным для спортсмена. Это для него знак, что осталась одна минута до старта, надо быть собранным, надо занять свое место на стартовой линии, занять наиболее выгодную позицию на ветром и стартовать. Когда часть спортсменов нарушает стартовую процедуру и судейские коллеги вынуждены ужесточать стартовую процедуру, соответственно, ставит черный флаг. Спортсмен, попавший под фальстарт на черный флаг, автоматически получает, так скажем, баранку за эту гонку. В 1900 году парусный спорт вошел в летнюю олимпийскую программу. Победа на Олимпиаде считается самой престижной. В основном соревнования проходят на специализированных яхтах. Их конструкция менялась с течением времени, подстраиваясь под нужды спортсменов. Какие судна участвуют в соревнованиях сегодня? Давайте разбираться. Яхты вообще различаются два типа, если очень грубо говорить, в очень широком смысле. Есть яхты, у которых килевые яхты, классические, к которым мы привыкли. И за счет тяжелого киля конь не дает лодке перевернуться. В данном случае это яхта Швербот. Вот здесь Шверд, это как бы выдвижной киль. Он всего-то весит 4,5 килограмма максимально. И благодаря тому, что он легкий, и лодка легкая, она быстрее выходит в режим глиссирования. Ну, переменного водоизмельчения, как хотите называйте. Спортсмен обычно сидит вот здесь, в этом месте, чтобы не мешать рулить, управлять лодкой. Лодка управляется вот благодаря этому рулю, вон там видно. смотрит на парус. Если парус начинает выдувать около мачты, надо подобрать шкоты. Шкоты – это вот эта бережка. Если вам тяжело ее держать, ну, в сильный ветер бывает так тяжело, то делается очень просто. Ставятся шкоты в зажим, и уже никуда не выдернешь. Чтобы побеждать в соревнованиях, нужны месяцы, а порой и годы тренировок. Новичкам управлять такой лодкой всегда непросто. Но с чего-то все-таки нужно начинать. Да и лучше всего понять прелесть этого вида спорта можно только попробовав на себе. Поэтому давайте пробовать. Яхта мне досталась действительно классная. Именно на таких выступают олимпийцы. Вообще она одноместная, но так как я только начинающий яхтсмен, в первый раз на воду выхожу с наставником. Благодаря тому, что нас двое, яхта идет ровнее. А если бы я была одна, приходилось бы постоянно пересаживаться с одного борта на другой, чтобы не упасть в воду. Поэтому мое первое плавание прошло в упрощенной форме. Но порулить самостоятельно я все-таки смогла. В парусном спорте мало совладать с течением. Чтобы стать настоящим чемпионом, нужно еще суметь обуздать ветер. И хотя в свое первое плавание на яхте я вышла не одна. Передать словами ощущение просто невозможно. В очередной раз я убедилась в том, что спорт – это не только полезно, но и очень интересно. Всем физкульт-привет! Мы подхватываем спортивную телеэстафету и переносимся в универсальный спорткомплекс «Олимп». Сегодня здесь собрались те, для кого физкультура и спорт – норма жизни. В начале торжественная часть. Физкультурный актив города, тренеры, сотрудники спортивных школ получают благодарственные письма и почетные знаки за вклад в популяризацию здорового образа жизни. Физкультура и спорт дает не только, как сказано, здоровье, красоту, силу, вносливость, радость и жизнь продолжительную. Пример тому, я занимаюсь всю жизнь физкультурой и спортом. И, слава Богу, скоро 93 года будет. Среди награжденных тольяттинский школьник Никита Верясов. Он спас утопающую девочку, при этом Никита сам спортсмен, занимается плаванием. Никита, расскажи, как все происходило и как ты действовал. В середине июля мы пришли купаться с друзьями, видели, что девочка начала тонуть. И я пришел ее спасать. Я испугался за девочку. Она кричала о помощи. Я пошел спасать. Ну и вытащила я. А тебе самому было страшно? Ты сомневался или действовал решительно? Нет, я не сомневался. Я была уверена, что вытащил. Весь июль на спортивных площадках тольяттинских школ проходили семейные старты. Участники выполняли нормативы комплекса ГТО. В день физкультурника сильнейшие команды собрались в Олимпе на финале семейного турнира. Михаил Александрович, какие испытания сегодня преодолевают участники семейных стартов? Прыжок, наклон, отжимание и метание мешочка в цель. На протяжении 16 лет они все время усовершенствуются. Традиционно всех привлекаем в летний период, чтобы все принимали участие в наших семейных стартах. Сколько всего участников в этом году? На предварительном этапе приняло участие около 300 команд. И сегодня у нас соревнуются здесь около 40 команд городского каталитета. Всего участников около 1000 почти. Почему участвуете в этих соревнованиях? Что они дают? Ну, это традиция у нас, как день физкультурника. Это семейная. То есть мы все занимаемся спортом, поэтому мы всегда приходим, чтобы получить удовольствие, во-первых. Вот результат уже само собой как получится. Потом у нас семья становится командой спортивной. Это сплачивает очень сильно. И какие-то вопросы или конфликты решаются проще, потому что конфликтные ситуации сглаживаются. Для нас, в принципе, спорт – это обычное дело. Мы постоянно, ну, в обычной жизни уделяем время спорту. То есть подтягивания, отжимания и прочее – это для вас на раз и два? Ну, стараемся, стараемся. Сын нас отправил на этот спорт. Он выигрывал спортивные мероприятия. И, глядя на него, мы тоже, родители, начали участвовать в этих мероприятиях. И сподвигло, что мы заняли первые, вторые места среди садиков. И мы вышли в финал, сюда, в Вали. Замечательный праздник. Это праздник спорта, здорового жизни. Нет ни у него более важного человека, чем здоровье. И самый важный фактор, его употребляющий – это активная жизнь физически. Поэтому всех с праздником. Желаю всем вставать утром пораньше, делать зарядку, умеренно питаться и любить жизнь. Вот так ярко, дружно и массово Тольятти отметил День физкультурника. Вот такой спортивный у нас получился выпуск. Всех, кто отжимается по утрам или бегает по вечерам, еще раз с праздником. Да, если у вас есть интересные темы для сюжетов программы, звоните по телефону редакции или пишите нам в группу ВКонтакте. Увидимся ровно через неделю на территории Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова